В данном видео я хотела бы рассмотреть куртки, что будет актуально в начале осени. Россия достаточно большая страна, и погодные условия немного отличаются. У кого-то в сентябре сильные ветра и дожди, например, в Москве, у кого-то еще тепло, если рассматривать более южные регионы, ближе к Воронежу, например. Там следует в тех или иных регионах смотреть по погодным условиям и выбирать курточки, исходя из этого. Конечно же, одной курткой не обойтись, желательно на каждую погоду иметь хотя бы 2-3 куртки. Например, в теплую осень пусть у вас будет кожаная куртка, тканевая тот же бомбер и какая-то более легкая, например, джинсовая, либо куртка косуха. А если мы рассматриваем более глубокую осень, то там, конечно же, можно обойтись и двумя куртками на синтепоне, более теплыми. Но если у вас нет средств для того, чтобы покупать много курток, конечно же, ограничитесь двумя-тремя вариантами на осень. Итак, что актуально? Рабочие куртки с множеством карманов. Карманы сверху и снизу, такие удлиненные варианты. Носить их можно, как с брюками, пойти на работу, например, с джинсами, использовать для повседневных образов. Можно надеть юбкой карандаш, либо юбкой в бельевом стиле. Вот такой вот casual и микс спортшика, он допустим. Эти куртки были актуальны еще и в том сезоне, но сейчас они снова с нами. Нет каких-то вычурных цветов. Это классические, это бежевый, цвет хаки, черный. Выбирайте то, что наиболее практично. Конечно же, остаются куртки косухие. Они всегда в моде. Не выбирайте слишком короткие. В них будет непрактично и холодно. Даже в теплую осень. Бомберы. Если частые дожди, то лучше взять из эко-кожи, либо кожаные бомберы. Обращайте внимание на куртки с кулиской. Нечто похожее на короткие парки. В этом сезоне будут актуальны и принтованы. Для тех, у кого уже есть база, возьмите, например, куртку в цветочек. Почему бы и нет? Куртки-анораки, так называемый анорак, это курточка, которая надевается через голову. Имеется молния только в части, вот в этой передней части. Они теплые, но не все их понимают, считая непрактичными, потому как не знают, с чем носить. На самом деле, это аналог рабочей куртки. То есть, вы можете надеть, как со спортивными штанами, с теми же брюками карго, например, или с джинсами. Иногда носят с легкими летящими платьями или юбками. Все будет зависеть от материала. Комбинированные куртки тоже актуальны. Это, например, ткань вместе с имитацией какого-нибудь барашка, например. Или у вас может быть кожа в тандеме с тканью. Такие куртки не очень практичны в уходе. Их нельзя стирать обычным способом. Лучше отдавать в химчистку. Но, тем не менее, смиксовать какие-то интересные образы с ними можно. Курточки такого пиджачного типа, из драпа, например, с английским отлаженным воротом, тоже можно взять на заметку. Особенно, если большую часть времени вы проводите на работе, и вам приходится придерживаться классического, придерживаться стиля классика. Если у вас спортивный стиль, то я бы порекомендовала те же бомберы, дутые куртки. Кстати, что касается кожаных курток в мотостиле, вот раньше были в тренде более приталенные по фигуре, то сейчас напротив с объемными рукавами. Это отслеживается и в модных трендах, связанных с пальто, например, полупальто, так вот и с куртками. Конечно же, кожа сама по себе, когда уже начнутся первые морозы, она далеко не теплая. Здесь уместен будет материал либо эко-кожи, либо ткань, плотная ткань, как раз рассчитанная для осенних курток. В моде будут стеганые куртки. Вы скажете, они актуальны всегда? Да, на самом деле, да, но стежка бывает разной. Обратите внимание, в этом сезоне это вертикальная мелкая стежка, нечто похожее на нашу российскую фуфайку. Так вот, именно такие куртки, их можно использовать как самостоятельный предмет гардероба. Они достаточно теплые, удобные, комфортные. А можно надеть под низ, например, под тренч или легкое пальто. Очень интересная куртка из драпа, резинка на рукавах, а ворот из искусственного меха. Яркая кожа тоже не воспрещается в этом году. Она набирает обороты. Если у вас уже есть базовые цвета, черный, коричневый или серый, то, например, ярко-зеленого цвета куртка может быть использована для составления каких-то интересных образов. Поддержите канал лайком, комментарием и подпиской, а также репостом данного видео в иные социальные сети. Есть также платная подписка, ссылка будет по данным видео на сайте Lavatop.